Вы смотрите новости информбюро. Продолжаем выпуск. Бизнес на жалости. В интернете мошенники по-прежнему используют выдуманные, душераздирающие истории о больных детях. Страшнее всего, что у публики теряется доверие, что реально нуждающиеся малыши могут остаться без сборов. Жительница Алматинской области призналась в том, что обманным путем собирала деньги с неравнодушных граждан. 18-летняя девушка начала сбор на лечение якобы больной дочери. Для этих целей использовала фото из интернета. В саде я нам она раскаялась и должна вернуть деньги. Я взяла фото в интернете и разместила ролик о здоровой девочке, якобы она болеет. И начала сбор денежных средств. И признаю свою вину в этом. И обязуюсь больше так не делать. Видеообращение разместили волонтеры. Приложили к нему переписку. Девушка уже не первый раз выдумывает такие истории, чтобы ей помогли материально. Ранее она, представившись другим именем, жаловалась на то, что ее якобы с детьми избил муж. В доказательство она также приложила снимок, который можно найти в сети. Подобные случаи часто встречаются в соцсетях. Прежде чем обманывать интернет-сообщество, стоит помнить о наказании. Такие действия грозят реальным тюремным сроком по статье «Мошенничество». Действия данной девушки подпадают под статью 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан, где мера наказания предусмотрена от двух до десяти лет лишения свободы.